Доброго дня! Вы смотрите программу о животных на телеканале Самара Гиз. Коротко напомню о чем наша программа. Мы рассказываем о собаках и кошках и иных животных, которые родились под открытым небом или которых бросили нерадимые владельцы. Также помогаем посредством нашей программы определить собак и кошек в дома своих новых владельцев. И, конечно, рассказываем о счастливой судьбе животных, которым удалось найти своих новых владельцев. И теперь небольшой анонс, что сегодня вы увидите в нашей программе. В видеовизитке двум кошкам и одной собаке требуются свои ответственные владельцы. Что нужно, чтобы забрать кошку из приюта? Каких кошек можно заводить дома, а каких нежелательно? Советы специалистов и линолога. Ну и, конечно, гость студии Татьяна Савицкая сегодня. У нас она руководитель приюта для бездомных животных «Зооспасение» и тема. Коснемся статьи нового 222-го постановления и закона Самарской губернской думы. Наш предназывается «Зооспасение Самары» или «Зооспасение 63». В Самаре известен просто как «Зооспасение». Мы занимаемся тем, что спасаем, забираем животных с улицы. В основном мы нацелены на крупных животных. Мы берем алабаев, овчарок, потому что этим собакам наиболее трудно находиться на улице, когда они теряются, либо оказываются выброшенными, потому что им труднее добыть пропитание, потому что они большие, их больше боятся люди, поэтому им угрожает большая опасность. Поэтому мы стараемся, как бы построены наши вольеры таким образом, чтобы содержать именно крупных собак. Но по факту в приюте есть и маленькие, и средние кошек. В самом приюте у нас нет. Нет сейчас такой возможности содержать именно в приюте, поэтому кошки у нас на домашних передержках. У меня дома, в частности, 6 кошек. Да, вы что. Да, которые ждут своих хозяев, которых берем на лечение. Какие-то животные в стационаре, которые требуют стационарного лечения. И еще у наших волонтеров тоже, которые соглашаются, мы отдаем кошек на передержку для того, чтобы иметь возможность их подлечить, социализировать, где это необходимо, привить, стерилизовать и пристроить в новый дом. Вот скажите, пожалуйста, у вас в вашем приюте есть свой стационар и возможность проводить какие-то операции по стерилизации и кастрации? Нет, на сегодняшний день нет, потому что у нас нет отопления такого, чтобы содержать медицинский ветеринарный бокс постоянно. То есть если летом такую возможность еще можно рассмотреть, то зиму это практически невозможно. Отапливаемся мы дровами, печками. У нас есть построенные в вагончике три комнаты стационара, которые мы используем для того, чтобы передержать животных, в основном после стерилизации, или животных, которым требуются какие-то обработки. Но они тоже, также это строительный вагончик, в котором просто стоит печка дровяная. Печка дровяная, слушайте, ну к вам уже можно экскурсию водить по этому полу, да? Да, пожалуйста, мы, кстати, экскурсии, мы гостям всегда рады, очень любим, когда там приходят гости. А как часто к вам приходят зооволонтеры, или просто волонтеры, или просто люди, которые хотят чем-то помочь приюту? Вы знаете, достаточно часто, то есть это на самом деле очень радует, потому что, ну мы, скажем так, в одиночку мы бы ничего не смогли делать, ни кормить этих животных, ни содержать, потому что реально это огромный труд, это большие финансовые затраты. К нам приезжают люди, привозят корма, привозят препараты. На сайте нашего приюта всегда можно почитать в группе ВКонтакте, в Телеграме, какие именно препараты сейчас требуются для животных. То есть есть те, которые востребованы всегда. Это и прививки, это препараты от паразитов, это какие-то антибиотики, потому что всегда есть такая потребность, ну плюс специфические препараты для животных, которые конкретно сейчас находятся на лечении. Где-то лет 12, 13, 14 назад, ну скажем так, в 2010 году, приюта было не так много, их вообще можно было перечитать по пальцам, так понимаю. Ну вообще... Ну может там 2008 год, да, 2008 год. В 2008 году в Самаре было два приюта, это приют «Твои друзья», которые, ну скажем так, не совсем приют, это скорее такая... Зооцентр такой. Зооцентр, да, который содержит небольшой зоопарк домашний, да, занимается с детьми, то есть это не совсем в чистом виде приют, как, ну как я это себе представляю. И приют участия, который достаточно большой, он существует до сих пор, это было в 2008 году. Затем появился приют «Хати», приют «Лакшми», флагман «Вет», «Надежда» тоже, наверное, где-то с 2009-2010 года существует, и достаточно большое количество в Самаре небольших частных передержек, какие-то там платные, какие-то бесплатные, но все те, кто занимается животными, так или иначе берут кого-то и под свою ответственность, и на свое содержание. А вы скажите, вот сейчас все-таки приютовское движение, приютовское дело, это можно назвать неким таким сообразным бизнесом все-таки? То есть все равно невозможно держать собак и кошек без какой-то финансовой подпитки. Нужно и, да, и, соответственно, уборка, и люди, которым надо платить. Я бы здесь, знаете, давайте разберемся в определениях, что такое бизнес. Бизнес – это то, что приносит деньги. Я могу сказать совершенно честно, содержание приюта никакого дохода на сегодняшний день ни мне, ни моим соратникам не приносит. Ну вот был какой-то период, когда очень много людей вкладывали в такие приюты, небольшие приюты, ну, большие приюты, и перечисляли, да, и финансовые. Нет, люди и сейчас вкладываются, но приют надо содержать, то есть постоянно требуется ремонт вольеров, да, то есть вольеры железные, мы, они там ржавеют, мы их там подкрашиваем, что-то подвариваем, покупаем металл, строим новые вольеры, модернизируем, покупаем будки, потому что собаки сгрызают будки. Ну, то есть какие-то есть строительные всегда потребности. Круглогодично нам нужно питание для животных, да, круглогодично мы закупаем дрова, потому что мы готовим на дровах, а зимой это гораздо больший объем, потому что мы топим дровами. Мы закупаем солому и там для того, чтобы, там, опилки, для того, чтобы сыпать в будки зимой, обустраиваем, ну, как бы... Хорошо, Татьяна, а как по поводу, допустим, каких-то государственных грантов? Ну, на сегодняшний день они есть, мы пока в них не участвовали, мы небольшой приют, может быть, не с такой богатой историей, я знаю, что в них активно участвуют другие приюты, и в будущем, наверное, мы тоже примем в этом участие, но для этого надо, наверное, более успешно, как бы, встать на ноги, потому что, ну, там больше ответственности, а просто обычной поддержки от государства особо приютам нет. Больше, ну, как сказать, больше претензий. И от жителей, которым не нравится, например, что собаки лают, или там, что просто они живут, у нас, к сожалению, народ, которым, в принципе, все вокруг не нравится. Спасибо большое. Мы уже вынуждены прерывать нашу беседу и перейти к показу информации о двух кошках и одной собаке, которые нуждаются в своих владельцах. Обращаем внимание, что после каждой видеовизитки мы указываем номер телефона и либо номер приюта, либо номер зооболонтера, у кого находится животное. Итак, смотрите, может, какую-нибудь собаку или кошку вы возьмете к себе домой. Это классная пушистая кошка Амадея готова уйти из приюта кошек в любое ближайшее время, стать другом семьи и доставлять удовольствие домочадцам. Ей около четырех лет. Кошка немножечко пугливая, но в целом на вкусняшку ее приманить можно. Чуть больше ей понадобится времени на адаптацию в новом доме. Но к людям она при этом очень контактная, может на руках сидеть. Также она хорошо ладит с другими котами. Тихо-тихо-тихо. Вот. У нее, если заметить, у нее чуть-чуть мутные глазки. Это следствие перенесенного вирусного заболевания в детстве, но ей это не мешает. То есть она хорошо видит и ориентируется в пространстве. Особых проблем со здоровьем у нее нет, поэтому спецкомов никаких пока не требуется. Амадею и еще двух ее сестер принесли зооволонтеру в возрасте семи месяцев. Сестры совершенно не контактные, а вот Амадея имеет хороший покладистый характер. Итак, ищем кошки Амадеи, хорошего, ответственного владельца. Обращаться. 8-927-651-21-95 Очень похож на лабрадора. И, скорее всего, один из родителей был лабрадором. Этого черного пса зовут Хартиен. Ему около двух лет. Нашли год назад бегающим вдоль трассы на Новокуйбышевском тракте. Волонтерам удалось определить его в приют. Это замечательная собака. Очень веселая, невероятно активная. Все так, как полагается лабрадорам. Он добр, но в семье будет необходимо заниматься его воспитанием, потому что это достаточно немелкая собака. У него есть много сил. И характер у него тоже не излюблен. Но он невероятно ласков, невероятно любит внимание, людей и длительные активные прогулки. По опыту обустройства таких собак мы знаем, что если пройти с ними курс дрессировки, то через 3-4 месяца собаки такого темперамента становятся очень спокойными и преданными своим владельцам. Обращаться. 231-4100 Этот кот надеется, что когда-нибудь его заберут домой, и он станет полноправным членом человеческой семьи. Зовут его Дункан. Обратите на него внимание. Очень ласковый, контактный, красивый котик. Любит общаться с людьми, любит поиграть, вкусно покушать. По отношению к другим животным, ну, такой лояльный, но может иногда и лапы двинуть. Вот, но в целом кот очень классный. Мы до сих пор не понимаем, почему его домой не забрали. Мы надеемся, что после этой программы кота по кличке Дункан заберут домой. И если не вы, то передайте информацию о нем своим друзьям и соседям. Обращаться. 8-927-651-2195 Итак, мы продолжаем беседу. У нас в студии Татьяна Савицкая, руководитель приюта для бездомных животных и зооспасения. Итак, в этом году, апрель-май был бурдом на обсуждение законов и постановления Самарской губернерской думы и областного департамента ветеринарии. Главной темой это поправки к основному закону, 98-му федеральному закону, поправки от местных законодательных органов, которые прошли в каждом регионе, ну, практически в каждом регионе. В нашем регионе губернерская дума приняла поправки о возможности усыпления собак. Но его приняли в более лояльной редакции, чем в других регионах страны. И вот давайте поговорим вот об этом сейчас. Все-таки, как вы считаете, да, ну, во-первых, хотели закон о применении каких-то штрафных санкций по отношению к нерадивым владельцам собак. Это первое, да. Вот, второе, все-таки люди, которые, ну, более-менее как-то и жалко собак, и в то же время они более-менее трезво смотрят на вот эту проблему, что приюты переполнены, и люди не могут сдать своих агрессивных собак. И, соответственно, они что, они выкидывают их просто-напросто, вывозят за лес и все. Вот, вот, все-таки, как вы смотрите по поводу принятия вот таких ограничительных мер все-таки? Помогут они ограничить количество собак на территориях, ну, на городских территориях? Ну, достаточно странно слышать, что если собака агрессивно ее не забирает в приют, давайте ее просто выкинем. Это какой-то, извините, у меня даже нет слов. Я могу сказать, что вот по прошлому году четыре случая конкретных, когда люди, вот, и мне лично звонили, и все, и не могли никуда пристроить эту собаку. И я вот недавно совсем тоже размещал пост о таксе. Ну, сказали, ну, давайте нам эти все координаты, мы будем проверять. Вот, потому что люди уже все, они уже отчаялись. Агрессивная такса? Да, очень агрессивная такса, она, которая покусала девочку, причем, ладно, там девочка маленькая, да, ей 16 лет. Вот, поэтому, не знаю, ну, вот они как бы хотели подойти на коррекцию кинологам, но пока вот сейчас мы с ними так периодически держим контакт. Вот, и вот в прошлом году вот таких четыре собаки пришлось усыпить. Ну, одну, естественно, по здоровью, потому что там все реально уже не могли тянуть, и невозможно было, вот, а вот трех собак все-таки усыпили из-за того, что стало кусать всех подряд. Ну, какой-то, видимо, может, медицинский какой-то был, вот, сдвиг. Не могу сказать, что я поддерживаю усыпление животных, потому что я собак очень люблю и очень болезненно переношу и усыпление, и смерть любого животного, которое, ну, как бы, которое у нас находится, даже не у нас. Но, да, в исключительных случаях, когда собака вообще не поддается коррекции, кусает всех подряд, наверное, это единственный вариант. Но от себя хочу сказать, что за шесть лет существования приюта у меня таких собаки было две. И я не думаю, что в других приютах их безумное множество. То есть если таких собак, ну, если они реально есть, да, или сейчас модно говорить как немотивированная агрессия, надо понимать, что такое немотивированная агрессия. Это собака, которая кидается просто так без повода, вот, поэтому... Ну, это немножко неправильный термин с точки зрения общей кинологии. Вот, на самом деле, любая агрессия, она является мотивированной. Немотивированная агрессия, даже если то, что говорят немотивированная агрессия, и собака просто так кидается, но она, опять же, не просто так кидается, а что-то ее внутри гложет, да, то есть что-то в мозгах происходит, что-то... Это после укуса клещей и так далее, вот. Вы знаете, у нас сейчас есть собака, вот, которую я считаю, как раз-таки образец немотивированной агрессии. Собака очень добрая. Она бежит ласкаться, она очень любит внимание, но он вот играет, 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 гуляет, выходит гулять. И с сотрудниками приюта уже трех человек покусал просто так, на ровном месте. Я в больших раздумьях про эту собаку, хотя, как бы, те, кто с ним общаются и не видят его вот в таком состоянии, когда он без какого-то ни было перехода, просто кусает человека. Причем кусает достаточно сильно, это нельзя назвать игрой. Но вот, я говорю, за все время моего, ну, не знаю, достаточно плотного общения с разными собаками, таких собак на моей вот всего было две. Вот одну, к сожалению, пришлось усыпить, это было достаточно давно, потому что, ну, реально это было опасно. Собака была очень крупная и кидалась она без повода, без причины, полностью просто переходя от абсолютно нормального состояния, без предупреждения, как обычно делают собаки, просто сразу в атаку. Ну, все-таки, все-таки, прям чувствуется у нас голос разума. Я в каком плане? Все-таки, что многие зоозащитники, к сожалению, к сожалению, не понимают, что такое зооагрессия. И у них почему-то, когда был этот закон, да, и говорили о том, что не существует зооагрессии, да, есть плохое отношение к людям. Кстати, почему во многих чатах, которые я просматриваю у нас, почему-то каждая собака, которую нашли на улице, каждую собаку или кошку, которую нашли на улице, и почему-то сразу идет пост такой, что опять это предательство, вот что это. Это люди, которые не понимают, что есть еще кошки и собаки, которые рожденные под открытым небом. Ну, я бы не сказала, что они не понимают, но ведь они... Или просто это какая-то эмоциональная составляющая? Ну, наверное, в большей степени эмоциональная составляющая. Знаете, в моем детстве в каждом дворе жили кошки и собаки. У нас во дворе было две собаки, их все кормили, мы им строили будки, будучи детьми. Кому-то это не нравилось, как и сейчас, да, но доброты в людях было гораздо больше. Практически во всех дворах жили собаки. Ну, их было не так много тогда раньше собак бродячих. Знаете, если сейчас в каждый дом поселить по две собаки, бездомных собак на улице не останется. Вот реально. Ну, пройдет какое-то время, и опять они начнут планиться. Они же должны быть стерилизованные. Причем, надо сказать, в наше время они не были стерилизованы. Хотя, может быть, и были, потому что я, сколько себя помню, не помню, чтобы у нашей дворовой собаки были щенки. У нас была собака, Катька, прекрасно себя чувствовала. А кошек жило в подвале, ну, я не знаю, штук 20, наверное. У нас была женщина, которая их кормила, дети все время их подкармливали. Они никому не подходили, были диковатые. Подходили только к одной женщине, которая кормила их регулярно. Царство ей небесное, добрый был очень человек. А сейчас, знаете, я вот удивляюсь, у нас сейчас по дому, не по подъезду, а по двору ходят крысы. И все возмущаются, почему у нас так много крыс. А я достаточно давно слышала выступление главного ветеринарного врача Москвы, который сказал, что нельзя убирать с улиц бездомных, ну, как бы бродячих кошек и собак. Потому что у нас огромная... Совсем нельзя, просто... У нас огромная кормовая база, и если не будет кошек и собак, на их место придут крысы. Вот они уже пришли. И люди просто, которые ненавидят собак, я считаю, что это просто от того, что у них в жизни что-то не удалось, что они, не знаю, несчастливые, потому что счастливый человек не будет никогда проявлять агрессию ни к собакам, ни к кошкам. То есть, ну, мне жалко этих людей, честно говоря. Потому что общество оценивает по отношению к старикам и к беззащитным животным и детям. — Татьяна, вот у меня вопрос. Наверное, вернемся к вопросу из первого блока. Еще лет... Да, как часто удается пристраивать собак или кошек по домам вот сейчас, на данный момент, вот на этот год? Потому что понятно было, что когда 2020 год, нам нужны были собаки, чтобы с ними гулять. Да, да. И вот этот был прям шквал, я помню, прям ажиотаж. Надо было... И люди ездили по приютам, забирали вот этих бедных собак. Ну, вы знаете, не могу сказать, что в 2020 году у нас был ажиотаж. Не могу сказать, что сейчас как-то все кардинально поменялось. К сожалению, пристроя стало меньше. Не в разы там, не то, что вот раньше был шквал, а сейчас никто не берет. Но сейчас мы пристраиваем, ну, мне кажется, меньше животных. Ну, вот за прошлый год мы считали, где-то порядка 50 животных, там 50 с чем-то, не скажу точно цифру, пристроили в новые дома. Хорошо берут котят, хорошо берут кошек, особенно если кошки ласковые. Ну, породистых, да, то есть у нас в прошлом году был такой кейс, можно сказать, когда заболела хозяйка питомника кошек, нам пришлось забрать 22 породистые кошки. Это были британские персидские кошки, которых мы за два месяца практически всех пристроили с помощью стационара зоу губерния. Спасибо им большое. Да, раз мы заговорили о кошках, давайте у меня есть предложение сейчас посмотреть сюжет. Время подошло к просмотру сюжета. Смотрите, советы и мнения специалиста-фелинолога, человека, занимающегося кошками, а точнее их жизнью и содержанием. Это человек очень опытный, к кому мы обращаемся не раз за советом, и который также содержит свой приют. Смотрим. Взять кошку из приюта – это милое и благое дело. Вот только не все смогут это сделать по причине ограничения возраста. Скажем, многие приюты придерживаются определенных правил по возрастному цензу. Например, в приюте Надежда понравившуюся кошку отдают людям с минимального возраста – 23 года, и человеку в возрасте не старше 65 лет. По этому вопросу у сотрудника приюта есть свои взгляды, выработанные вследствие богатого опыта работы с новоявленными владельцами. Связано это с тем, что у нас большой опыт работы в плане отдачи кошек в новые семьи, и, как правило, к 23 годам у человека уже есть стабильный заработок, закончена учеба как минимум одна хотя бы, и есть свое жилье. В 18 лет, к сожалению, такое обеспечить себе ребята не все могут, и, соответственно, уход за животными – это определенная финансовая нагрузка. Забирая кошку из приюта, да и из любого другого питомника, возникает первый вопрос, как приучить кошку к лотку, чтобы ходила в туалет в одно и то же место. Первое правило – это посадить кошку на пару часов рядом с лотком, если он стоит в ванной или туалетной комнате. Многих кошек очень привлекает наполнитель своей субстанцией. Для них это как песок на улице. Обязательно нужно содержать лоток в чистоте. Оказывается, есть такая проблема, что люди моют лоток раз в месяц, и наполнитель практически не меняют. Соответственно, это очень важный критерий. А в уходе за животными нужно обязательно соблюдать чистоту лотка. Если лоток моется нечасто, кошка начнет ходить мимо лотка. При адаптации, выращивании и воспитании кошки старайтесь не играть с ней руками, иначе дальше она может бросаться на руки и ноги в качестве игры или когда будет злиться и чем-то недовольна. Если кошка злится, то, как правило, она машет хвостом, может рычать, шипеть и поворачивать уши назад. То есть поворот ушей, да, складывать ушки назад, скалить зубы может, может стукнуть лапу и поцарапать. Однако, если вам понравилась кошка по внешнему виду и вы захотели ее взять домой, рекомендуем изучить ее характер, спросить у сотрудников приюта о поведении кошки. Далеко не все приручаются и не все становятся милашками. Итак, есть определенные породы кошек, которые не стоит заводить домой. Это дикие либо полудикие кошки. Как-то, вот историю расскажу, как-то хотели в приют надежды отдать кошку. Оцелот – это дикий кот. Вот люди завели такую кошечку домой, подумали, что они смогут его приручить, кастрировали его. Но, к сожалению, кот оказался совсем дикий. Вот. То есть его кормили мясом, сырым, не так, как кошку, там, кормом или какой-то домашней едой. Вот. И, соответственно, ребята захотели отдать эту кошечку в приют, но мы не взяли, потому что у нас просто нет условий для содержания таких животных. И вот сбрала одна девушка, построила ему вольер, то есть он содержится в таких полудиких условиях. Кстати, часто бывает, что не человек выбирает животное, а животное выбирает будущего хозяина. Неважно, собака это или кошка. Итак, седьмая статья ознакомлены Самарской губернатской думы. Это запрет на кормление животных вблизи домов, вблизи, ну, понятно, детских учреждений, школ и так далее. Как вы смотрите на это? Ну, я считаю. И сейчас идут разговоры о том, чтобы все-таки как-то собрать подписи, именно какую-то такую некую предложение, конкретное предложение в нашу губернатскую думу, как немножко изменить, видоизменить вот этот вот закон и сделать его немножко послабее в том плане, чтобы, ну, как вы правильно говорите, что нам нужны кошки и собаки, ограниченное их количество, для того, чтобы все-таки собаки и кошки, они как-то расправляются с крысами, с мышами. Они даже не то, что расправляются, они съедают еду, и у крыс не остается кормовой базы. То есть эту кормовую базу будет кто-то есть. Сейчас в городе, ну, вот мне кажется, очень много ворон. Я не хочу сказать, что вороны очень умные птицы, но когда они вечером хлопают крыльями, то становится немножечко жутко. Очень умные, потому что я недавно вот прям буквально был в отпуске и учил ворону местную, турецкую ворону учил, значит, там, кар-кар говорит, бабу давать. Нет, вороны реально очень умные птицы. Они, иногда на улице за ними наблюдаешь, как они добывают себе еду, как они размачивают в лужи сухие корки для того, чтобы они стали съедобны. Это, то есть они с интеллектом. Итак, вот все-таки давайте по седьмой статье закона нашей губернской, Самарской губернской думы поговорим. Значит, вот как вы считаете, там четко прописано, что в пределах 100 метров, вот подъезды, вот жилых домов. Я не знаю, какие люди это принимали. То есть я согласна с тем, что, да, нельзя хранить, нельзя кормить, нельзя организовывать именно кормежки на территории детских садов и там школьных учреждений, там, где дети, ну, до совершеннолетия находятся, потому что, ну, есть у собак такая особенность, они могут охранять свою, как бы, территорию, свои места обитания, свою еду. Поэтому дети не все... К сожалению, у нас нет культуры обращения, обучению детей к культуре обращения с собаками. Но ведь сейчас же все равно что-то меняется, меняется, проходят открытые уроки во многих школах. Знаете, мне кажется, очень мало пока поменялось. То есть вот могу провести по аналогии, да, то есть нас всех учат, как переходить дорогу, да, нельзя ходить на красный свет, посмотрите сначала налево, потом направо, да, убедитесь даже перед пешеходным переходом, что водитель вас пропускает, потому что у него могут отказать тормоза, он может там, не знаю, отвлечься. А обращение с животными нас не учат. Я вот сейчас смотрю на многие сюжеты, как дети издеваются над животными, избивают, изжигают, и даже не хочется говорить, что еще они делают. Но ведь опять же мы же возвращаемся к тому, что это единицы-единицы, но мы вот такие случаи раскладываем практически на всю молодежь, которая есть у нас, я не знаю, в городе Самаре или по всей России. Там один-два единичных случаях, и все. Мы разложили всю вину и всю ответственность на всю молодежь. Нет, не совсем так. Но жестокости в детях очень много. Но она и была и в 20 лет, и в 30 лет назад. Такой не было. Мне кажется, что сейчас жестокости в людях стало больше. На это влияет много всяких геополитических факторов. Не хочу идти в политику, как бы и семейных, и прочих. Но по факту сейчас дети более озлобленные, и очень редко, не могу сказать, не то чтобы редко, но гораздо реже. Сейчас видишь доброе отношение к животным и от родителей этих детей. То есть когда идет мама по улице, я иду со своей собакой, а она берет ребенка, оттаскивает и говорит, типа, осторожно, она тебя покусает. Я говорю, еще неизвестно, кто кого покусает. Это может ваш ребенок мою собаку покусает. Она идет, вас вообще не трогает. Вот это вот как бы, как сказать, предупреждающая агрессия, что собаку укусит, собака грязная. Вопрос. Если строить еще и еще, допустим, пару больших приютов у нас в Самаре, как вы считаете, это поможет избавлению улиц от собак бородичек? Ну, по крайней мере, уменьшит их количество. Вопрос с подковыркой. Строить приюты, безусловно, это благое дело, это делать надо. Сколько мы можем еще построить, эти приюты, и сколько денег надо для того, чтобы содержать эти приюты? Это второй вопрос. То есть, наверное, это не главное. То есть то, что в Самаре недостаточно приютов, потому что к нам регулярно обращаются, примите собаку, а у меня реально некуда ее принять. То есть я бы с удовольствием, но некуда. Люди, причем очень некоторые агрессивно реагируют, говорят, как же так, вы же должны. Вопрос именно содержания. То есть построить приюты можно, а на что их всех содержать? Потому что это огромная статья затрат. И второй вопрос. Это не избавит людей, как бы, как сказать, не то, чтобы у нас не станет меньше дворов. Их, может быть, станет меньше. Кардинально меньше их станет тогда, когда мы внедрим на государственном уровне какую-то программу от защиты несанкционированного разведения. Этого много в деревнях. Да, они топят животных. Это ужасно, но это факт. Ну, по старинке, так сказать, там, да. Да, они не стерилизуют своих ни собак, ни кошек, потому что бытует глупое совершенно какое-то, не знаю даже, как это сказать, предубеждение, что там стерилизованная кошка не ловит мышей. Это полная глупость. Да, или там стерилизованная собака не охотится и не охраняет дом. Это тоже глупость. Стерилизованная собака от нестерилизованной ничем не отличается. Поэтому должна быть программа, которая будет, ну, как это, принуждать владельцев всех неплеменных животных стерилизовать их и не допускать, чтобы они где-то там ходили на самовыгуле и могли беспрепятственно рожать вот тех самых собак, которые потом выкидывают. Да, их выкидывают. Они уже и во втором, и в третьем поколении бывают уличными. И это, когда с уличной собакой общаешься, очень заметно. Потому что если собака выброшена от домашней собаки, они обычно адекватные и к людям идут в большей или меньшей степени. Если собака в третьем поколении рождена на улице, которую всю жизнь гоняли, это дикие собаки, которых даже поймать бывает очень сложно. Спасибо. Вот давайте еще раз, как мы к нам приедем, так было интересно вас послушать, но время нашей программы завершается. Вынужден это констатировать. Будьте добры братьям нашим меньшим, как, впрочем, и друг другу. И самое главное, знаете, неустанно напоминаю об этом. Делайте замечания нерадимым владельцам или людям, которые проявляют жестокость по отношению к животным, хорошего настроения и мирного неба над головой. До следующего эфира. Пока.